Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-либо причине не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзоры на разные модели машин, как в формате тест-драйвов, так и в формате технических обзоров, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Среди автомобилей для внутреннего японского рынка попадаются поистине культовые модели. Культовые, то бишь снискавшие заслуженное признание, в том числе попадая на наш рынок в БУ-виде. У компании Honda таких моделей довольно много. Это и хэтчбек Fit, и микроавтобус Honda StepWagon в различных генерациях, и в том числе семиместный трехрядный минивэн Stream, производство которого, к сожалению, по нашему мнению, свернули слишком рано. Но время не стоит на месте. И у компании Honda появляются новые интересные модели взамен ушедшим. Сегодня у нас в руках как раз один из таких автомобилей. На нашем подъемнике Honda Jade. Это трехрядный шестиместный универсал 2015 года выпуска в гибридной ипостасе. Встречайте! Honda Jade в своем первом и единственном поколении в кузове FR появился в далеком 2013 году. Но при этом машина изначально поступала только на китайский рынок. На родном японском рынке праворульный Jade объявился попозже, в 2015. Машина простояла на конвейере пять лет. Производство последних экземпляров было завершено в 2020 году. При этом на рубеже 2018 года автомобиль подвергли рестайлингу. Привод у этой модели был только передний. А по части силовых установок можно было выбрать между гибридом, где под капотом трудился полуторалитровый мотор на 131 лошадиную силу в сочетании с роботизированной коробкой передачи электромотором, либо бензиновой версией, где под капотом был также полуторалитровый агрегат, но уже с турбонадуо, выдающий 150 лошадиных сил, работающий в паре с вариаторной коробкой. По своим внешним габаритам универсал Джейд – это не маленькая машина. Длина автомобиля 4,65 м, ширина 1,77 м, а высота 1,53 м. Колесная база этого универсала 2,76 м, что довольно-таки много и предполагает наличие достаточного количества места для ног задних пассажиров. Автомобиль не очень тяжелый. Снаряженная масса 1510 кг, но при этом маневренный радиус разворота 5,5 метров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Honda Jade окрашена довольно-таки не толстым слоем и, в принципе, характерным для большинства моделей Honda для внутреннего японского рынка. Разброс показаний толщиномера по этому автомобилю будет лежать в диапазоне от 90 до где-то 120 край 130 микрон. Говорить о сопротивляемости кузовов этих моделей коррозии, когда самой старшей машине исполнилось едва-едва 10 лет, пока преждевременно, но на всякий случай осматривайте подобные экземпляры внимательно, в том числе и на подъемнике по части арок, порогов, а также району усилителя заднего бампера. Ну и по традиции обзор внутреннего пространства автомобиля мы начнем с багажного отделения, тем более, что перед нами универсал. Доступ в багажник нам открывает довольно увесистая крышка. И нашему взору предстает следующая картина. Багажное отделение этого автомобиля с виду, по крайней мере, не поражает огромным объемом, ввиду того, что под полом багажника в сложенном состоянии у нас как раз и прячется третий ряд. Но давайте посмотрим, как обстоит дело в плане линейных размеров. Ширина багажного проема по его средней широкой части это порядка 103-104 сантиметров. Ширина багажника по самой широкой, его части ближе к заднему бамперу, порядка 128-130 сантиметров. Длина до спинки сидения второго ряда, сдвинутого в максимально заднее положение, это около 87 сантиметров. Ну, а расстояние от заднего торца багажного отделения до спинки переднего сидения, это где-то 1,78-1,80 метра. Соответственно, уперев длинный груз в саму панель приборов, вы можете погрузить сюда что-то в районе 2 метров. Ну, а высота багажного отделения от сложенных в пол сидений до крыши, это где-то 73 сантиметра. В принципе, обычные стандартные размеры. Что касается внутреннего убранства багажного отделения, здесь на самом деле нет практически ничего, кроме плафона освещения и двух понапоминающих подстаканники круглых углублений по бокам багажника. Также по бокам, причем по разным сторонам, у нас здесь спрятаны компрессор для накачки шим и, соответственно, с противоположной стороны баллон с герметиком. Никакого запасного колеса, само собой, на этом автомобиле нет. В случае, если вам надо увезти на этом автомобиле более 4 пассажиров, вы можете открыть третий ряд из пола. Вытаскивается он достаточно легко, надо сказать. В открытом состоянии эти сидения очень сильно уменьшат багажник, практически до отсутствующего его состояния. У нас останется глубокая, но при этом очень короткая ниша внизу, куда можно что-то положить, да и то с большой поправкой на размеры содержимого. Ну а теперь про салон Honda Jade. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это стилистическую преемственность этого автомобиля с такими автомобилями, как Honda Civic 8 и 9. Об этом напрямую говорит козырек панеля приборов. Все здесь в целом напоминает Civic в хорошем смысле этого слова. Посадка удобная. Сидения в меру жестковатые, но при этом имеют довольно-таки выраженный профиль, боковины и подушки. Хотя все это в пределах разумного. Есть автомобили, где сидения в плане боковой поддержки куда более спортивные. Что касается запаса пространства и диапазона регулировок, мне с моим ростом 1,86 м удалось быстро подобрать удобную посадку за рулем этого автомобиля. Рулевое колесо здесь имеет регулировку как по наклону, так и по вылету. Диапазон здесь не очень большой, но при этом достаточный. Что касается регулировки сидения, то если ваш рост сильно больше 1,90 м, имейте в виду, что запаса продольной регулировки у вас здесь не так много. И даже если я опускаю сидение в максимально нижнее положение, что позволяет отодвинуться еще дальше от руля, моя нога все равно остается согнута в колени, стоя на площадке для отдыха этой самой левой ноги. При этом хоть автомобиль и по легковому низкий, особенно на контрасте с такими моделями, как Honda Freed, представляющая собой уже полноценный мини-лен, какой-то зажатости здесь особо не ощущается, даже несмотря на высокий центральный тоннель. Что касается разного рода кнопок и элементов управления. Под правой рукой у нас абсолютно стандартный блок стеклоподъемников, центрального замка и управления боковыми зеркалами. Причем все стеклоподъемники в данном случае имеют авторежим. Справа от рулевого колеса блок из четырех клавиш, две из которых у нас представляют собой просто заглушки, но есть система стабилизации и система предупреждения сближения. Также здесь у нас присутствуют клавиши управления бортовым компьютером в плане настройки яркости приборной панели и часов и большая круглая клавиша включения экономичного режима движения. На рулевом колесе у нас по левой стороне клавиша управления мультимедийной системой, справа круиз-контроль. Круиз в нашей комплектации самый обычный, дистанцию выдерживать автомобиль не умеет. Справа внизу клавиши, позволяющие листать страницы меню бортового компьютера. Подрулевые переключатели находятся ровно на том удалении от руля, на котором они там и должны быть. Пользоваться ими удобно, переключаются они с приятными глухими щелчками. Слева от рулевого колеса кнопка запуска остановки двигателя. В нашем случае автомобиль имеет бесключевой доступ. Посредине центральной консоли у нас стандартное 2D-диновое мультимедийное устройство с монитором, на который в том числе выводится картинка с камеры заднего вида. Под ним по центру панель управления климат-контролем. Климат здесь однозонный, клавиши выполнены тактильно различимыми, и пользоваться всем этим удобно. Плюс есть небольшой дисплей. Кстати, наша комплектация имеет подогрев боковых зеркал. Внизу у нас 12-вольтовая розетка и дополнительный подстаканник, который, как и на фридах, выезжает из передней панели. Второй подстаканник у нас в стационарном центральной консоли. Селектор роботизированной коробки передач, в нашем случае, нефиксируемый. Так же, как и на Toyota Prius, отдельной кнопкой включается режим парковки и клавиша активации спортивного режима движения. Самое интересное по части бардачков и подстаканников в этом автомобиле, то, что на центральном тоннеле нет вообще никакого дополнительного бокса. Здесь только плоский карман с прорезиненным основанием, куда можно положить, например, мобильный телефон и основной бардачок, который, не сказать, что очень большой, но при этом сюда можно положить, например, ту же документацию формата А4, компакт-диски, либо какие-то пачки с салфетками, что-то подобное. В принципе, есть автомобили, где бардачок куда меньше по объему. Что касается дверных карт, то внизу у нас очень не длинная ниша, передняя часть которой отформована под бутылочку объемом 0,5 литра. Из дополнительных мест для хранения можно отметить разве что футляр для очков. Ну а, кстати, блок света здесь полностью копирует таковой в Хонде Везл. Выглядит симпатично. Что касается обзорности в этом автомобиле. Говоря про обзорность вперед, можно отметить следующее. Лобовое стекло здесь находится достаточно далеко от нас, и причем под большим углом. Капот полностью невидим. Ни в каком положении сидения вам не удастся заглянуть на габариты автомобиля. Но при этом линия бокового остекления достаточно низкая. Света здесь много и бокового остекления тоже. Плюс длинные двери этого автомобиля имеют дополнительные форточки, которые позволяют нивелировать мертвые зоны при маневрировании, при поворотах. Ну а боковые зеркала в данном случае, несмотря на почти квадратную форму, довольно большие по площади и в целом информативные. С парковкой задним ходом здесь, как уже упоминалось, помогает камера заднего вида. Но и без нее обзорность назад, благодаря все той же низкой линии остекления, довольно хорошая. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у пассажиров второго и третьего ряда. Задний ряд этого автомобиля необычен прежде всего тем, что разместить здесь можно только сугубо двух пассажиров, благодаря наличию стационарных подлокотников по центру. Что касается пространства, я сейчас сижу сам за собой. Ноги у меня стоят на полу, и колени при этом не дотягиваются до переднего сидения, хотя отодвинуто оно практически до упора назад. Запас пространства над головой здесь также есть, и он весьма неплох. Но непривычно здесь еще и то, что сидения второго ряда сдвинуты в таком положении друг к другу. Соответственно, с правой стороны есть, во-первых, зазор между подушкой сидения и дверью, а во-вторых, как-то непривычно много места. Но ситуацию можно поправить, если подрегулировать сидение. Кресла в данном случае двигаются не только вперед, но и в стороны, подъезжая ближе к боковым дверям. Таким образом, при максимально отодвинутых сидениях у вас образуется своего рода проход на сидение третьего ряда. Правда, он все же довольно узкий. Зато вопрос с опорой под локти задних пассажиров здесь решен априори. С левой стороны подлокотник, и справа подлокотник на дверной карте. И то, и то тканевая сидеть в целом очень даже удобно, с поправкой на возможность регулировки кресла еще и по наклону. Так что в дальнюю дорогу на этом автомобиле на втором ряду можно отправляться абсолютно спокойно. Что касается дополнительных удобств для задних пассажиров, в принципе, здесь нет практически ничего, кроме стеклоподъемника и небольшого кармана внизу дверной карты, куда опять же можно спрятать бутылочку и собственных дефлекторов вентиляции на центральном тоннеле. Кстати говоря, на полу здесь есть тоннель, хоть и невысокий, правда, на размещение третьего пассажира здесь это уже никак не повлияет в связи с невозможностью такового априори. Чтобы максимально облегчить себе путь на третий ряд этого автомобиля, можно полностью сложить заднее сидение. Для этого сдвигаем кресло полностью вперед и тянем за рычаг, пока оно не кувыркнется на манер того, как это происходит на Mitsubishi Outlander. Ну а теперь полезли назад. Что хочется сказать про третий ряд этого автомобиля? На самом деле ожидать можно было гораздо худшего. Напоминаю, мой рост метр восемьдесят шесть. И в принципе я разместился здесь. В целом разместился, мы не говорим про запас пространства для ног. Его тут, конечно, просто нет. Ноги стоят на полу, колени упираются в спинку сидения. Но это совершенно не болезненно. А вот что касается интересностей, прямо над головой здесь стеклянная секция в пятой двери. И она очень даже кстати. Удивительно, но здесь даже есть очень небольшой запас пространства. Я вообще ожидал, что буду упираться головой в потолок, но нет. И еще один очень интересный момент. Для пассажиров третьего ряда здесь есть собственная ручка, чтобы держаться. Нагляднее можно показать ее на противоположной стороне. Естественно, здесь присутствуют собственные ремни безопасности в количестве двух штук. Но все же этот третий ряд, наверное, больше детский. Ну а теперь про силовые установки под капотом Хонды Джейд. Изначально эта машина выходила на внутренний японский рынок только в качестве гибрида. Но спустя пару месяцев после выхода сюда добавилась и чисто бензиновая модификация. У бензинового автомобиля тот же самый двигатель, который вы можете обнаружить под капотом Хонды Степвеган в кузове РП. Это полуторалитровая рядная алюминиевая четверка с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Индекс мотора L15B. Он выдает 150 лошадиных сил и внушительные 203 ньютонометра крутящего момента, причем уже с 1600 оборотов в минуту. Тем, кому этого покажется мало, в принципе, можно двигатель и прошить, подняв мощность практически до 190 лошадиных сил. Привод ГРМ на этих моторах цепной. Есть, конечно же, фазовращатели, два верхних распредвала и, по сути дела, все. Двигатель L15B, как и его предшественник, одновальный L15A оказался достаточно надежным агрегатом. Каких-то явных слабых мест в плане конструктива у этого мотора нет. И даже непосредственный впрыск топлива работает долго и исправно. Ну, конечно, возможно, можно насчитать какие-то единичные случаи выхода из строя форсунок вследствие заправки крайне некондиционным бензином. Но, по большому счету, пока по этим моторам все нормально. Это касается буквально всего. Здесь большой ресурс цепи ГРМ, здесь моторы, которые не склонны сопливить маслом по любому поводу, да и расходовать его они в целом на угар не склонны. По крайней мере, в исправном состоянии. В нашем случае автомобиль гибридный, а это значит, что под капотом располагается рядная четверка объемом 1,5 литра с индексом LEB. Этот мотор предназначен для работы в составе гибридной установки и имеет 131 лошадиную силу. В отличие от предыдущего поколения гибридов, Freed, Fit Shuttle и так далее, где на гибридных версиях было по два ряда свечей на цилиндр, то бишь их было 8, здесь у нас свечей все же 4 штуки. Как и катушек зажигания индивидуально на каждый цилиндр. Все, что было сказано про турбомотор, в принципе, применимо и к этому двигателю. Единственный момент, что здесь уже нет турбины. Самое интересное в гибридной версии – это коробка передач. Компания Honda применила здесь 7-ступенчатый робот вместо вариатора на турбомашинах. Это коробка типа DSG, то есть коробка, переключающаяся без разрыва потока мощности. Соответственно, она имеет два сцепления, каждое из которых отвечает за четный и нечетный ряд передач. Сцепления сухие, но в отличие от коробок с сухими сцеплениями ВАГ-группы, которые успели, особенно на первых порах, заработать себе репутацию крайне ненадежных аламучих агрегатов, в компании Honda подошли более продуманно к проектированию всего узла. По сути дела, если разобраться, коробка передач типа DSG внутри представляет собой набор шестерен, аналогичный тому, что мы можем видеть в механических трансмиссиях. Вилка выбора передач до электропривода, который этой самой вилкой работает. То есть физически ломаться там практически нечему. Основные претензии к DSG касаются как раз таки сцеплений, которые повышенно изнашиваются у тех водителей, кто эксплуатирует автомобиль в условиях городской толчии, постоянно толкаясь в пробках и ездя на машине в ползучем режиме. Именно от этого компания Honda попыталась уйти, добавив в коробку передач электродвигатель. Если говорить упрощенно, не вдаваясь в детали, считайте, что первая скорость на этом автомобиле у вас электрическая. То есть перемещаясь в пробках, вы экономите ресурс сцеплений, двигаясь на электромоторе. Ну а при наборе скорости в работу включаются уже непосредственно сцепления. Соответственно, в определенных режимах движения машина может двигаться и чисто на электротяге, заглушив бензиновый двигатель за ненадобностью. Чисто субъективно, после тест-драйва такого автомобиля остается крайне положительное впечатление. В обычном экономичном режиме коробка передач переключается бесшумно и неслышно. Переключения передач отслеживаются только по тахометру. Так что за счет семиступенчатой коробки с удачно подобранными передаточными числами, в целом этот автомобиль при 130 лошадиных силах демонстрирует очень хорошую динамику, которой для большинства водителей в городе и на трассе окажется достаточно. И при этом расход топлива такого гибрида будет также очень маленький, что-то в районе 6 литров на 100 км пути. Ну а перед тем, как осмотреть Honda Jade на подъемнике снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. По каталогу клиренс этого автомобиля 140 мм, но низшая точка, которая в данном случае у нас находится в районе защиты и переднего подрамника, это все-таки 15 см. До переднего бампера, до его самого края, около 19 см. До брызговичков 15,5 см. За передним колесом до порога 19 см, а до порога в задней части автомобиля целых 22 см. Что касается заднего бампера, то расстояние здесь это 29 см. Ниже этой отметки в данном случае свисает буксировочная петля и банка глушителя. Но в целом, к абсолютно любому поребрику в городе, задним ходом на этом автомобиле вы подъедете. Да и к большинству бордюров передним тоже. Правда, есть основания полагать, что в данном случае клиренс у автомобиля был немножко увеличен за счет проставок. Но это подозрение мы лично не проверяли. В конце концов, разница с каталожным значением лишь один единственный сантиметр под защитой. Ну а теперь про Хонду Джейд снизу. Первое, что стоит отметить, видно здесь не так уж и много. Поскольку передняя часть автомобиля закрыта практически сплошной защитой. Причем интересно сделанная защита комбинированная. Какая-то часть ее здесь металлическая, ну а какая-то пластмассовая. При этом закрывается все очень плотно, видно реально немного. Передние рычаги у этого автомобиля имеют отдельно крепящиеся к ним шаровые опоры. Это в принципе неплохо. Поменять этот узел можно не меняя весь рычаг в сборе. Пруд стабилизатора поперечной устойчивости абсолютно стандартной легковой толщины. При этом стойки стабилизатора очень длинные. Ну а вот с доступом к самому стабилизатору поперечной устойчивости на самом деле беда. И поменять здесь втулки стабилизатора, не демонтируя частично подрамник, будет, я думаю, проблематично. Что касается рулевой рейки, здесь она, естественно, электрическая, стоит ЭУР. Соответственно, никаких вопросов у владельцев этих автомобилей с протечками, как минимум, не будет. Ну а стук, в принципе, элементарно выявляется при диагностике. Но, как показывает практика владельцев, например, Фридов или Везелей, со стуком в рейке здесь встречаются не так уж и часто. В конце концов, не такая уж смертельная эта проблема. Далее, по днищу автомобиля мы видим, что в данном конкретном случае у нас все те же пластиковые защиты, продолжающиеся назад, до бензобака. А тоннель на полу, про который мы упоминали, разговаривая про салон и место сзади, здесь служат для размещения выхлопной системы. И это хорошо, потому что при немалом дорожном просвете у этого автомобиля еще и практически плоское днище. Отдельно стоит упомянуть и топливный бак. В данном случае он очень большой по площади, но при этом очень и очень небольшой высоты. Его объем для гибридной версии 40 литров, для бензиновой немножко побольше 47 литров. Никакой дополнительной защиты у этого пластикового бензобака, правда, нет. Так что при езде по бездорожью имеет смысл быть внимательным. Ну а что касается задней подвески, то в данном конкретном случае подвеска у нас на двойных поперечных рычагах. Эта конструкция чуть посложнее, чем привычная всем балка, но при этом близко не дотягивает по своей сложности до подвески седьмого аккорда с шаровыми соединениями. Так что в целом можно предполагать, греть голову владельцам она не будет достаточно долгое время. Ну а что касается тормозной системы, тормоза вкруг дисковые, стояночный тормоз обычный тросовый, правда, приводится он в действие педалью. Таким мы увидели сегодня шестиместный трехрядный универсал Honda Jade 2015 года выпуска с пробегом по Японии 146 тысяч километров. Надеемся, после просмотра нашего ролика у вас появилось общее впечатление о том, что представляет собой подобная машина. Если же у вас есть или был Jade, на котором вы проехали достаточно большое количество километров, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, укажите все это в комментариях, ведь людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь в конце концов определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео автомобиль все еще будет в продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас информацию по машине можно, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Разворачивайте описание и смотрите номер телефона. Звоните, пишите. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!